Ребят, всем огромный привет! Сегодня мы поговорим о книгах. Эта тема пользуется огромной популярностью. Ну а за окном ливень, я заболеваю, я решила ничего лучше, как рассказать о книгах, которые я люблю, которые стоит иметь в своей библиотеке, и о книгах, которые можно не иметь, которые можно не покупать, вопрос, если вы не фанат книг, если вы не фанат каких-то редких изданий, которых просто не достать. О них мы тоже поговорим. Сразу скажу, что если книги, которые я назову вот такими, если они вам нравятся, это еще не говорит, что книги плохие, просто, на мой взгляд, это не книги первой необходимости, без них можно обойтись, они не расширят ваши грани, они не смогут вложить в вас знаний, и, соответственно, я бы не сказала, что они оправдывают затраченных денег. Итак, поехали! Всего будет по 4 книги, которые я не советую, и я хотела 5, но все-таки пусть будет 6 книг, которые я могу посоветовать людям, которые интересуются Таро, которые хотят его узнать глубже, которые хотят просто вот базовую какую-то книгу иметь. И книга номер 1, это действительно книга номер 1, это Мэри Грир Таро. Я лично не работаю сейчас с перевернутыми картами, но, тем не менее, к этой книге возвращаюсь снова и снова. Она помогает хорошо прочувствовать все грани, все возможности, все скелеты и все подводные камни каждой карты. И от этой книги я ни в коем случае не буду избавляться еще долго и долго. Да, она потрепанная, причем эта книга ко мне попала очень-очень давно. Я ее не покупала, мне ее прислали, подарили, и я очень-очень безнадежно много раз благодарна за эту книгу. И я все время к ней возвращаюсь, очень она мне нравится. Вообще, Мэри Грир молодец, это не единственная книга, которая у меня будет от Мэри Грир сегодня, но эту книгу я советую иметь. Что же мне в ней нравится? Во-первых, не огромные картинки. Во-вторых, которые занимают обычно по странице, тут такого нет. Во-вторых, очень цельный взгляд, традиционные значения, современные значения, с шаманской точки зрения, как можно карту раскрыть, с точки зрения здоровья, как карту можно раскрыть. В общем, это просто мой must-have. Многие любят книгу номер два, я о ней тоже вам сейчас расскажу. Тароуэйта как система Андрея Костенко. Ее любят те, кто любит структуры, систематизации. Ее очень любят люди не особо практики, но особо книжные. Вот, ну не обижайтесь. Андрей Костенко написал хорошую книгу, я тоже ее могу рекомендовать, но для меня сам его слог, немного скучновато она идет, лично у меня. Но книга сама хорошая. Тут и метафизические интерпретации, и современные, и перевернутые, и дополнительные значения. И где луна, где Юпитер, в каком знаке зодиака. И оригинальные значения, оригинальный текст из книги Уэйта. И еврейские буквы, числа соединяемые, номер пути. Чего только здесь нет. Чего только здесь нет. И сочетание карт, и много всего на самом-то деле. И тесты, упражнения. В ней можно определенно что-то найти полезное, но всю ее вот так вот подряд читать, вам будет очень скучно. Это проверено на мне, это проверено на людях, которых я учила много-много раз. То есть что-то из нее избирательно, да. Всю подряд ее читать очень скучно. Мне кажется, она больше подходит мужчинам. Вот, серьезно. Я не считаю всех женщин глупыми, всех мужчин. Не наделяю техническим складом ума, нет. Просто скучно написана ненапитанная книга, она сухая. Вот в ней напитанности, которая есть у Грир, ей не хватает. То есть можете ее купить, я ее тоже рекомендую, но она на любителя. Следующая книга, которую многие хают, не любят, не понимают, достаточно редко, это полная, это 21 способ толкования Картеро, Мэри Грир. Не знаю, почему я сказала, полная, книга не полная. Книга не дает, вот знаете, значений. Там, пятерка Пентакли – это бедность. Пятерка Жезлов Борьба. Нет, тут такого вы не встретите. Но здесь вам дают не рыбу, вам дают удочку. И это потрясающе. Вас научат, например, все три карты разместить на одной карте, нарисовать, например, их. Я помню, была карта «Шестерка мечей», «Смерть и двойка Пентаклей». И, в общем, здесь изображается картинка, на которой смерть едет на лодке. И, собственно, в руках играет с теми монетами, да, с двойкой Пентаклей. Это было потрясающе. То есть учат мыслить интересно, креативно, новаторски, находить интересные грани. Тут хорошие группы символов по символизму. Это книга творческая. Это книга, вот, глоток свежего воздуха. И вы можете по ней учиться сами. Это книга со списком эмоций. Это книга для тех людей, кому не хватает вот этого вдохновения, вот этой эмоции. И реально книга написана с душой. Тут ключевые слова есть в каждой масти. Тут есть опорные слова. Тут есть ловушки и решения в ритуалах. Какие ловушки? Какие решения? Тут есть очень неплохой словарь. Вот о всех символах. И в целом тут огромнейший список литературы на английском языке. Огромнейший, на несколько листов. И я считаю, Мэри Грир, вот, на данный момент для меня это наилучший автор по картам второго. Мой любимейший автор. Есть также у меня и другие книги Мэри Грир, но «21 способ толкования карт» и «Полная книга перевернута карт». У меня это любимейшие настольные книги в прямом смысле этого слова. Они у меня всегда лежат неподалеку. Также есть другие книги о Мэри Грир, но мы о них сегодня говорить не будем. Далее я хочу рассказать о такой книге, когда я на картах Таро. Вот такая. Достаточно скромная, достаточно старая. Гордиенко. Автор-составитель. 99-й год. Чем она мне нравится? В ней нет ничего потрясающего. В ней нет ничего креативного. Но вот настолько все по существу и по уму написано, что вот читаешься и киваешь автору, и ты соглашаешься с ней. При том, что эта книга ко мне попала не тогда, когда я изучала Таро, а когда у меня уже была своя база. То есть книга ко мне пришла тогда, когда уже моя база была. И я с ней не расстаюсь, потому что какие-то моменты я для себя иногда через время пересматриваю. И в этой книге нет воды. В этой книге нет того, что будет вот в этой пачечке книг, которую я купила, пожалуй, в порыве шапоголизма, наверное, не знаю. Ну, в общем, Гордиенко. Гадание на картах Таро. Это издание, кстати, Минск. Рекомендую. Она может быть переиздана. Я очень надеюсь, книга хорошая, достойная. Следующая книга, которая мне нравится. Я с огромнейшим трудом нашла такую новую книгу. Она поедет в Швецию, Яни. Я с ней договаривалась, что я ее найду. Я ее нашла. Она тоже сейчас. Секреты Таро Трейси Портер. Она, по-моему, не передается. Книга 2001 года. Но если вам где-то попоется, берите и не думайте. Да, мягкая обложка. Да, она у вас через время развалится. Но что здесь классного? Во-первых, здесь планирование времени в Таро. Дальше. Комбинации в раскладах карт. Люди в картах Таро. Мастии. Описание очень краткое. Вот описание реально по две строчки. Но оно настолько вот по существу. Ну, вот смотрите. Луна символизирует человека, погруженного в мир иллюзий. Иногда такой человек может быть неискренним. Поэтому прошающему следует остерегаться обмана. Согласны? Я согласна. Несчастных два предложения. Но в них основные моменты уже есть. Нам не нужно идти на семинары по 4-5 тысяч долларов о Луне, как сейчас делают вебинары, стримы платные. Вот две строчки. И уже какая-то база есть, и на нее уже можно набирать. И вот эту книгу я рекомендую и новичкам, и не новичкам. Тут и по символизму очень хорошо. Тут и по мастям есть, и по древу Сефирот, и по Кабале. И что еще интересно? И соответствие руны Таро. Хотя я не придерживаюсь этого. Цвета Таро, чакры Таро. Тут вместили невместимое в маленькую брошюрку. Тут варианты раскладов. Тут и 12 домов. И разные-разные, и кельтские расклады, какие хотите, и подробные. Тут и чакры. В общем, книгу эту тоже очень советую. Все книги я оставлю название в инфобоксе. Ну и не могла я не сказать обойти стороной вот эту замечательную книгу Котельникова и Герасимову. Очень жаль, что Анна Котельникова так рано ушла из жизни. Действительно талантливейший автор, талантливейший. Какие-то моменты я перечитываю, пересматриваю до сих пор. Я, когда обучаю Монарии, я не стесняюсь давать какие-то отсылки отсюда, брать какую-то информацию, потому что реально, да, какие-то моменты, может быть, я и не согласна. Я не могу сказать, что под каждым словом подписываюсь. Нет. Но настолько хорошо, емко, подробно, эмоционально, вкусно и не нудно написано с любовью к этой колоде, есть ощущение, что действительно, и не только ощущение, это чувствуется, это видно по слову, что авторы работают с этой колодой. Потому что в последнее время очень много выпускается книг, с которыми люди просто без пяти минут знакомы, скажем так. Такое бывает в современном мире. Книги пишутся очень быстро, дается заказ на написание книги, человек ее пишет. Пишут, что бы это могло значить. Он даже не делится своим опытом. Но мы не будем отвлекаться, и сейчас мы перейдем о книгах, которые мне не понравились совершенно. Сразу предупреждаю, что, возможно, они могут понравиться вам. Поэтому это дело такое. Начну с вот этой книги. Магия наслаждений. Ни мне одной она не понравилась. Не нужно думать, что я вот почему-то накидываюсь на серию Ларет 2. Нет, мне некоторые книги серии очень нравятся. У меня есть коллекции. И я о них даже снимала видео, если вы посмотрите. Но это просто для меня... Вот что здесь есть толкового? Ну, это, пожалуй, только расклады. Авторский расклад Путиэроса на 6 карт. Что тут еще есть? Расклад чаша с цветком. В принципе, можем сделать на магии наслаждения. Посмотреть, как он выглядит на лезвие меча. В общем, расклады неплохие. Вот это, пожалуй, единственное... Но опять же, они все вот такие красивые названия. Оттуда ритуальный огонь. Название тут красивое. Ракушка. Но если говорить о значениях, о практическим смыслах... Это ужасно. Это просто ужасно. Ну, вот читаем Девятка Пентакли. Узловая точка Девятка Пентакли называется господство или владение. Пышные волны золотисто-рыжих локонов женщины олицетворяют нескончаемое богатство одухотворенной энергии. Спиралевидные пряди связаны с бесконечностью, непрерывностью космических циклов. Спираль – символ дыхания и огня. Это вихрь. Это великая созидательная сила эманации. Ножницы в руках мужчины символизируют союз противоположных сил, где две части действуют как единое целое. Ну, блин, ну ножницы в руках мужчины. Мужчина отрезает что-то от нее. Мужчина хочет себе взять привязку от этой женщины. Ну, это же элементарно. Посмотрите. Вот здесь вот он на карте отрезает локон ее волос. Кого есть магия наслаждения Девятка Пентакли, вы можете это посмотреть. Кончик локона расположился на указательном среднем пальце левой руки. На пальцах Юпитера сила и власть. То, что он держит большим указательным пальцем и средним пальцем локон, тут Юпитер и Сатурн совершенно не к теме. Он просто держит локон. И не думаю, что автор закладывал это. В общем, открытые области сердца у мужчины и женщины акцентируют внимание, дарить и принимать любовь. Открытая взору жемчужной белой грудь женщины – знак высвобождения созидательной энергии. Пламя – символ просветления желания. В общем, тут цветовая гамма и каждый цвет разбирается. И у меня такое ощущение, что это книга была художника. Оранжевый цвет солнца – символ правления божественного. Пурпурный цвет власти и силы. Темно-бирюзовый цвет достоинства, гордости и стойкости. Желтый цвет теплоозарения. Хотя на самом деле желтый цвет – это не всегда озарит. Это еще и зависть бывает. И зеленый – это уже зависть. Фиолетовая связь с другими измерениями. Магия тайна развивает интуицию. То есть человек взял просто символизм цветов, сюда вставил. Зачем мне по цветовой символике в каждую карту вставлять? И это занимает половину страницы. Посмотрите. Я могу по этой книге подробный обзор сделать. Мне не сложно, но вы же понимаете, да? Совет – осознай полноту своих чувств и меру ответственности за них. Сексуальный аспект – пламя, страсти, жар, желание, раскрепощенные фантазии, чувственные прикосновения. Но тут, извините, на каждой карте чувственные прикосновения. Хотя и на девятке Пентакли он вообще ее не касается. Он срезает с нее прядь волос. В общем, тут настолько вот человек просто видит картинку и просто ее комментирует. Вот как Чукча, что вижу, о чем пою. Насколько у кого-то такой подход работает, трудно сказать. Но значение карты – наслаждение ароматом кофе. Магия чашки кофе. Кофе может помочь сфокусироваться на цели ритуала. Используется как энергетик. Специи выполняют функцию энергетических магнитов. Какие энергетические магниты? В общем, постоянно по цветам в каждой карте абсолютно повторяется. Надо, не надо, почему не вынести за скобки, непонятно. Из хорошего, могу сказать, хорошая бумага. Хорошее и четко пропечатанное изображение. Красивая книга. Но провальная. На мой взгляд, самая провальная в серии. Следующая книга считается сейчас библиотической редкостью. Мазепус. Стоит больших денег. Я поэтому с ней не расстаюсь. Это «Концептус аркаарка норум» о великих арканах Таро. Мазепус. Ее купил мой муж. Это лекции, которые прочитаны в Новосибирске в 1995 году. Огромнейшие картинки, которые мы видели в других колодах. Книжный клуб так любит делать, да, на всю страницу. Но это ладно. Куча слов, куча символов. Ну вот, например, вся совокупность монад тоже каким-то образом структурирована. Выделяются монадные группы, прямо или костенно соединенные друг с другом. Такие группы называются аноксиальными. Аноксиат – группа монад, имеющих некую общность в своей природе. Хотя очень редко можно встречать земному оплощению людей, с которыми мы на монадном уровне выходим в одну и ту же аноксиальную группу. Вам сильно это поможет гадать? И вот такие вот тут сложные слова на каждой странице. Понимаете? Вот, например, кто из сущности, которую называют искрой Божией, которая в шестом аркане символически названа спонса – невеста. Как она названа? Это может быть для кругозора и неплохо. Но это настолько ни о чем. Это настолько вот все завуалировано, усложнено до максимума. Что вот человек читает и чувствует себя дураком. Вот кто читает эту книгу, да, ее умный человек написал, я не спорю. Но это не практик. Это не слог человека, который гадает людям каждый день. Понимаете? Это совершенно не то. Эта книга вот для коллекционеров книг, да, она хороша. Она стоит денег, я с ней расставаться не собираюсь. Но если у вас ограничен финанс, покупать ее не могу рекомендовать. Да вы ее сейчас не купите, она снята с тиража. Следующая книга, у меня есть вот такая колода транспаранта.ру. Это книга английская. И такая книга по транспаранту.ру. Я просто показываю, чтобы вы понимали, как она выглядит. Лобанов написал. В соавторстве, по-моему. Понимаете, транспаранта.ру это прозрачные карты. И для того, чтобы значения какие-то о каждой написать, этого мало. Потому что они все смотрятся в соединении. Так вот, там все решили писать в стиле японской поэзии. Какие-то стихи в японском стиле написаны. Может быть, это и сложно было так написать в таком стиле стихов. Но это настолько несуразно. Это настолько лишено практического смысла. Потому что транспаранта.ру единственный способ ее понять. Нужно иметь образное видение каждой карты. У меня прекрасно с этой колодой работает моя мама, которая вообще системы карт.ру не знает. Она гадает на чай и на кофе. Вот для тех, кто гадает на чай и на кофе, им будет очень удобно транспаранта.ру. Потому что она вся в таких символах. И они наслаиваясь друг на друга получают каждый раз разный рисунок. Ну, Лобанов с Бородиной такой вот написали. Но для меня это странная книга. Не знаю. Для меня эта книга на английском намного лучше. Чем-то. Просто я показала. То есть, опять же, если у вас есть лишние деньги, можете ее купить. Я ее подарила. Она у меня была. Но мне она не пригодилась. Далее. Вот такая Барбара Мур. Я не считаю Барбару Мур плохим автором. Ни в коем случае. Но конкретно книга предсказаний Таро звучит вроде бы хорошо. И что мы видим здесь? Мы видим всю книгу, посвященную раскладам. Расклад на раскладе. Раскладом погоняет. Мы видим вкладку Логинова карт мини. Ну, за вкладку это неплохо. Хотя я с Логиновым не работаю. Мы видим, как толковать карты. Трехмерное толкование. Простая математика. Случайное распределение карт по позициям. То есть много воды и огромное количество вот этих схем. Мне не нужны вот эти схемы на всю страницу. Это сразу же рает площадь. Понимаете? Расклады на раскладе на одни и те же темы. С разной выкладкой, разными картами. Извините меня. Если вы умеете гадать, вы можете одними триплетами всю ситуацию посмотреть. Вам не нужны красивые веерные выкладки. Вам не нужны выкладки в виде сердечка, в виде пукающей бабочки, в виде дельфинчика. Это все понты. Да, понятно, что иногда вот говорят, вот она столько карт выложила. Она вот так вот все обложилась. Кому-то это нужно. Но, на мой взгляд, какие-то базовые расклады можно найти в интернете без проблем. И покупать эту книгу ради раскладов. Ну, может быть, какие-то расклады я отсюда и выберу. Может быть, мы их и возьмем для видео. Просто смысл в том, что многие позиции, они вот повторяются. Либо берется в одной позиции как бы два вопроса. И есть часть раскладов, которые, например, 12 домов гороскопа и подкова, и кельтский крест. Они есть везде. Их не нужно включать в книги. Они есть абсолютно везде. Какие-то огромные громоздкие расклады. По 30, по 25 карт. В них тоже нет смысла. Чем больше карт в раскладе, тем больше шансов в них запутаться. Это известно всем. И вот даже она рассказывает, как выполнить расклад на 78 карт. Но можно и не на 78. Можно взять и две колоды. И удвоить количество. Но смысл? Понимаете? Зачем Козе Баян? Зачем Рыбий Зонтик? В общем, книга получилась бестолковая. Для тех, кто любит большие расклады, для тех, кто любит понтоваться, можете купить книгу предсказаний Тару Барбара Мур. Всем остальным, кто работает двумя-тремя картами, либо небольшими раскладами, вроде вокзала для двоих, эта книга абсолютно не понравится. Собственно, вот такое видео. Напишите, какие у вас мастхевы книги и антимастхевы книг по Таро, что вам не нравится совершенно. Какие для вас оказались пустыми тратами денег, хотя многие хвалили. Мне это все очень интересно. С вами была я, ваша элитка-гадалка. Канал Иронич на Таро. Если кто-то любит и обожает эти книги и спит с ними по ночам, которые я немножечко так пожурила, не обижайтесь. На вкус и цвет товарищи нет. Пишите, какие вы хотите еще видео по книгам, чтобы я сделала. Подписывайтесь на канал. Увидимся очень скоро. Всем пока-пока. Я вас всех очень люблю. Пока.